Всем привет, друзья, с вами Микки. Сегодня мы поговорим, что же лучше выбрать, Majestic или GTA 5 RP. Погнали! Итак, начнем с плюсов Majestic. Это отзывчивые разработчики. Разработчики на проекте, правда, отзывчиво, не отвечают игрокам на все их вопросы в общем чате. Также еще один плюс Majestic. Это самый лучший интерфейс среди репостерверов. На Majestic присутствует обширный автопарк. Это тоже считается плюсом. Также обширный выбор работы. Вы можете пробовать и на дальнобойщике, и на такси, и производить закладки, и поугонять машины, и многие другие работы. Минусы. Полный блат со стороны администрации. Разберем хотя бы тот случай, когда Кракен платил Фому линк. Это, как говорили, это его Фома. Он в нем состоит. Из-за этого он ее платил. Была куча нарушений от состава, но все это полностью игнорировалось. Следующий минус. Так как на Majestic Rage 0.37, там идет очень плохая регистрация урона. Во время перестрелок вы это заметите. Также из-за того, что на Majestic почти все сидят в госках, идет недостаток контента. А из-за этого вытекает, что у Крайма отсутствует нормальный функционал. Разберем плюсы GTA 5.RP. Присутствие живого онлайна. На Majestic присутствует 200 коинов, из-за которых все сидят, просто их фармят. На GTA 5.RP такого нет, там все играют. На GTA 5.RP отсутствуют фрезы и лаги. Ты можешь там играть, тебе будет приятно, у тебя не будет лагать. На Majestic из-за чего-то они есть. На GTA 5.RP Rage 1.1. Из-за этого там идеальная регистрация урона. На GTA 5.RP есть система семей. Она идет как дополнительный заработок, или как сбор всех ваших друзей в одной семье. Вы можете быть в разных фракциях, но состоять в одной семье. Как по мне, на GTA 5.RP очень плохой функционал. Там инвентарь выглядит некрасиво, вот это все. Так как я пришел с Majestic, мне до сих пор нравится функционал Majestic. На GTA 5.RP слишком все дорого. Это можно считать как минусом, как и плюсом. То, что на Majestic поработав часов 5-6, ты уже можешь окупить нормальную машину-модель. На GTA 5.RP тебе придется работать часов 10-15 на нее, если не больше. Из-за этого вытекает то, что маленькие зарплаты на GTA 5.RP. Ты будешь там работать на обычных работах час за 7-8 тысяч. Да, можно грабить дома, но для этого нужна быстрая машина. Со старта ты там не сможешь получать 15 тысяч час. На GTA 5.RP слишком маленький выбор заработка. Очень мало работ, как по мне. Может я чего-то еще не знаю, так как я только перешел, но для меня очень мало работ там. В данном ролике я разобрал все максимально кратно и надеюсь, для вас понятно. Если хотите, чтобы я все это растянул, пишите в комментариях. Ну что же, надеюсь, вы выбрали для себя проект. Всем спасибо, что посмотрели ролик. Заходите на наш дискорд канал. Подписывайтесь на моего друга, ссылки в описании. Всем спасибо, всем пока.